Помирились с мужем? Все будет чуть позже в постах. Я все расскажу только терпение. Ну, короче, она с ним рассталась уже. И всем снова здравствуйте, с вами снова я, ваш любимый видеоблогер Дима Кеш. Какашка, каша, как вы только меня не называете. Сегодня я, ребята, вашу любимую рубрику продолжаю и мою любимую тоже, а это смотреть на никому не нужные инстаграмы беременных 16-летних девочек. А бывает такое, что даже огромных женщин. В 16 лет девочки выглядят совершенно по-разному. За это мы их и любим, собственно, давайте без лишних долгих вступлений приступать. Обожаю. Вот не хотел я сегодня снимать это видео, но как только я начинаю кого-то засирать, сразу настроение поднимается. Скорее всего, что-то со мной не так. Так, рыжая небестыжая, добавлю сразу, стала мамой в 16, жена рыбака избавилась от комплексов и вас научу. Где здесь вранье? Сейчас будем разбираться. Давайте по традиции начнем, конечно же, со сториз, потому что вот только-только отгремел с ней выпуск. Все, я окончательно вернулся домой из шахты, теперь мы можем продолжать видео снимать, уже потемнело, так что не пугайтесь. Ребята, мы эфир сохранили, он у Максима на страничке, вот, в инстаграме, поэтому заходим, все, кто не увидел эфир, заходим, смотрим эфир. Да, тут она рекламирует эфир с участниками беременна в 16 второго сезона, как я вам уже рассказывал, они вовсю коллабят, а некоторые из участников даже начинают записывать реакции на выпуски. Это не как все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Если ты вступил в это дерьмо беременна в 16, то это на всю жизнь теперь, тебе никуда не деться, ты просто до пенсии будешь снимать видео на эту тему и торговать своим ребенком в инстаграме. Мы надеваемся и идем гулять, кто хочет, можете подходить в то же место, где мы были вчера, ну это как. А еще она гуляет с теми, кто хочет, в том же месте, что и были вчера, я боюсь представить, что это за место. На мне сейчас настоящий, оригинальный браслет-кортье, который я заказал на Алиэкспресс за 50 рублей, ребят. Вот вы смотрите, наверное, всех этих блогеров-миллионников, которые в инстаграме показывают. Ммм, смотрите, какие у меня дорогие там браслеты, цепи, одежда. Половина этих блогеров заказывает все на сайте Алиэкспресс. Кстати, ссылочка в описании будет, получите 300 рублей скидки. Вдруг вы хотели заказать подарок маме или папе. Вот папе, как часто вы папе заказываете подарки? Думаете, ну он мужик, он должен деньги в семью приносить. Какие ему подарки? А подарки папе, я считаю, это вообще очень приятно. И папа заслужил подарок все-таки. Вот всегда считается почему-то, что только девушки, женщины должны получать подарки. А папа на день рождения, ну и максимум на 23 февраля, да? А мамам там, дочкам постоянно подарки должны дарить мужики. Папа там, брат, еще кто-то. Вот я категорически с этим не согласен. Я считаю, что вот ты, если смотришь сейчас это видео, если у тебя есть папа, если он не трагически погиб или не пропал без вести. Такое бывает часто. Я смотрю беременную в 16 и постоянно нету отцов. Это прям трагедия какая-то. И вот сейчас надо прям максимально ценить то, что у тебя есть живой родной отец. Поэтому переходи на сайт Алиэкспресс. Закажи там какой-нибудь подарок для своего папы. Ему будет просто жесть, как приятно. Я тебе просто гарантированно запомнит это на всю жизнь. Потому что дочка сделала ему, вот взяла и сделала подарок. Или любящая жена заказала на Алике подарок. Как раз он придет к Новому году. Не, серьезно, там доставку они ускорили. Доставка из России от двух дней. Вот про что я вам говорил. Никакой не месяц, а двух дней из России. Переходим по ссылочке в описании. На Алиэкспресс заказываем подарок для своего папы. И смотрим его реакцию. Уверен, он запомнит это на всю свою жизнь. Ребят, менеджера у меня нет. Был Антон. Но у него свои проекты. Потому что он редактор с беременными в 16-го. У него тоже там творится полный завал. Со съемками и с прочим. Вот. Поэтому теперь реклама будет только через меня. Писать мне в директ. Вот. Буду присылать вам цены и записывать вас на рекламу. Пост будет. Какая интересная информация. Я тут зашел про ребеночка узнать. Чем ему попку подтирают. Чем его кормят. Какая у него отрыжечка сильная или не сильная. Она мне рассказывает, что у нее менеджера больше нет. И теперь рекламу рекламировать будет она сама брать. Заказанную рекламу. И писать мне надо ей. Хотя я даже не собирался заказывать у нее рекламу. Интересный маркетинговый ход. Кстати, я для себя подметил. Ребят. У меня больше нет менеджера. Он умер. У него инфаркт был. Сердечко не выдержало. Вот. Теперь по рекламе пишите мне. Господи. И так каждый день. Я увожу мелкого и буду писать пост. Ребята, мне менеджер не нужен. Я сейчас буду работать чисто сама на себя. Да чтоб тебя. Я только хотел предложить тебе свои услуги. А тебе менеджер уже не нужен. И что теперь делать? Я без работы буду сидеть. Как и вся страна. Вот. Поэтому. Кидайте мне запросы свои на рекламу. Я вам напишу, что сколько. Ой, ребеночек чихнул. Он типа подтвердил. Знаете, когда чихают, говорят значит точно. Типа, поверье есть такой древнерусский. Значит точно. И вот она сказала, кидайте мне свои запросы на рекламу. И ребеночек чихнул. Это значит точно, точно кидайте запросы на рекламу. Потому что все. Ребят, вы же знаете, как это все работает. Знаете, зачем мы все здесь сегодня собрались. Если беременная в 16 с ней вышел выпуск, значит все переходим в ее инстаграм и заказываем у нее рекламу. Потому что она будет рекламной площадкой на ближайший месяц. А то и два, а то и три. Ну как работать будет? Ребят, пост скоро будет. Буквально минут 20 я выложу пост. 20 минут. Я засек, жду 20 минут. Там сейчас пост будет. Потому что я очень устала. Я принимала заявки. Я вообще не представляю, что такое быть менеджером. Я, наверное, никогда в жизни не стала. И не была бы тут телепузик заглядывает. Кто там? Ку-ку. Короче, ждите. Мы, как всегда, не спим до 12. Вот. Я еще за него не могу ничего написать. Ко мне пришла Кристина. Она мне помогает. Такая тоже с четко месит. Кристина четко так. А эта беременная, она... Знаете, я подумал. Это сериал есть Мандалорец. И вот там Мандалорец с Бэби Йодой ходит. И вот мне беременные в 16 в своем инстаграме. Они напоминают мандалорцев с Бэби Йодами. Я не знаю, почему. Просто пересмотрел, видимо, Мандалорца я. Но Бэби Йода делает все милее. Вот и так же ребеночек делает все милее. Эти алчные коммерческие интересы. Знаете, когда человек вот сидит. Ребят, пишите мне по рекламе. Вообще я контента никакого не делаю. Но по рекламе пишите мне вот сейчас. Заказывайте рекламу. Но когда я вижу ребеночка, душенька моя ржавая млеет. И я сразу хочу пальчик нажимать на кнопочку заказать рекламу. Всем привет. Я вам хочу посоветовать одного мальчика, который из колхоза. Записывает он все свои сторисы и посты. Это про меня что ли? Я мальчик из колхоза. Абсолютно без фальши. Вот, я вам оставлю вот здесь вот его ссылочку. Все переходите, подписывайтесь. Он сделал свой личный влог и переехал с колхоза в мегаполис. С колхоза в мегаполис? Нет, это точно не про меня. Я не в мегаполисе живу. Возможно, она Андрея Петрова рекламирует. Я не знаю. И вот она уже переезжает с колхозом в мегаполис, когда продала пару реклам и уже едешь из колхоза в мегаполис. Идем с мамой за раками, говорят, очень вкусные раки сейчас. Я же говорил, продала рекламу в инстаграме, едем с мамой за раками. То есть у нее муж рыбак. Там у них денег нету. В выпуске, помните, она говорила? Он смотрит на меня, как голодное животное. И когда его спросили, а почему? Чем она тебе понравилась? Ну, жопа у нее просто огромная. Ну, простые люди, да? Из колхоза. А теперь посмотрите, что происходит. Рекламируют. Рекламу. И после этого идет раков сразу жракать. А вот и раки. А вы что там? Что там? Питаетесь, вы богачи. Вот простые, бедные люди питаются раками. Забрали мы наши раки у Натахи. Раки у Натахи. Гениальный маркетинг. Господи. Раки у Натахи Волгодонск. Слушайте, я просто обязан перейти. Раки у Натахи. Гриш, не видит вкусно. Все-таки я пожил. Бля, это реклама. Это еще одна реклама. Она не платила за этих раков. Она 10 раз упомянула раки у Натахи. Она теперь весь Волгодонск будет всему Волгодонску ездить, предлагать рекламу. Она приедет в магазин продуктовый, в пятерочку. И скажет продавщица. Наберет на 5 тысяч. И на кассе скажет продавщица. А вы знаете, я вообще-то... Смотрели Беременную в 16? Я в последней серии снималась. Ни на что не намекаю. Ну, как бы, может, это по бартеру. И потом 10 сториз. Реклама личного инстаграма кассирша из пятерочки. Дело, что я взяла так мало. Ребят, цены классные. Очень вкусно. Да-да-да. Ребят, мне написало больше 10 человек, что хотят со мной встретиться, что хотят, чтобы я устроила сходку. Под этой историей ставьте мне плюсики, я буду знать, кто действительно этого хочет. Мы с вами подберем день, вот время и вместе сходим на сходку. Меня не забудьте позвать. Настя, да? Тебя Настя зовут? Господи, как ее зовут? Я уже забыл. Беременна в 16. Настя! Тебя... Да, да, Настя, я тоже хочу на эту сходку. 10 человек, я буду... Я буду первым среди этих 10 человек, что придет. А, возможно, единственным. Интересно, что они там обсуждать будут? О чем они будут общаться на этой сходке? Ну, давай. Ты принесла пакетик? Пакетик. Хотел сказать, принесла пакетик с говном, который наделал сегодня твой ребенок. Ребят, вообще я не такой тупой. Я сейчас понимаю, что я не такой тупой в жизни. В реальной жизни я не такой тупой. Я не шучу про пакетик с говном ребенка на сходке беременной в 16. Ну, серьезно, я просто не понимаю, что они на сходке на этой собрались обсуждать. Ну, а теперь инстаграмчик. К сожалению, он очень маленький. Маленький, как и... Так, по знакомству, всем привет. Меня зовут Настя, мне 17 лет. Кто еще не знает, я родила в 16 и горжусь этим. Я понимаю, что найдутся те, кто скажет, о боже, о боже, как она может, как, о боже, как может ребенок воспитывать ребенка? Да, она же ничего сама не добилась, а уже родила. Добилась, да. Знаете, у меня дежавю такой попахивает. Типа, я уже 10 тысяч раз читал это. Не знаю. Возможно, это вот странное чувство дежавю. Так вот, сразу скажу людям с таким мнением. Мне все равно, что вы говорите. Я не обращаю внимания на то, что говорят все окружающие. Мне важно мое мнение. И мнение моих родных. Ну, а теперь продолжу о себе. За свои года я прошла многое. От дурной компании. За свои года, 16 лет. От дурной компании, где меня заставляли употреблять плохие таблетки. Просроченные, что ли, таблетки. Типа, момент настал, прими гастал. А такие дают, а она в 2016 году уже просроченная. Она такая, господи, что ты мне дала? В результате которых я страдаю от астмы. До построения собственной семьи. Че? В результате которых, плохих таблеток, я страдаю от астмы. До построения собственной семьи. Секунду. За свои года я прошла многое. От дурной компании, где меня заставили... А, до построения. Я понял. Я уж подумал, типа от таблеток она семью-то построила. Да, да. Я не нагулял у ребенка, а родила человека, который сейчас мой муж. И слава богу, мы вместе. Об этом в отдельных постах. Я так понимаю, они уже не вместе. Самое важное, чему я хочу научить. Я хочу вас научить. Она нас чему-то учит, оказывается. Это как любить и ценить себя. Как не слушать других, а слушать свое сердце. Об этом я буду рассказывать тут. Если интересно, подписывайтесь. PS, а еще я снялась в одной классной телепередаче, но пока не скажу в какой. Совсем скоро узнаете все сами. Так, читаем дальше. Я точно знаю, что любовь спасет мир. А мир спасет любовь. Вы классная пара. А еще у вас очень хорошая мама и бабушка. Пусть все будет хорошо. Спасибо. Вот так примерно выглядит общение на сходках. На сходках беременных 16. Люби себя. И тебя полюбят все вокруг. Вроде банальная фраза. Но ведь так оно и есть. Иногда слышу от девушек. Какая страшная. Почему я не родилась красивой? Как вот эта девушка из соседнего двора. Пока вы сами себе будете говорить такое. Вас и правда не будут любить и главное уважать. Вот просто однажды утром. Подойдите к зеркалу и скажите самой себе. Я самый красивый, ебта бля. Самый обаятельный, нах. И тогда вы увидите, как поменяете все. Закусите пивом. Запейте рыбкой. Вяленой. Запомните. Не бывает некрасивых. Просто мы все разные. Понятие красота. Очень субъективный. Полностью согласен. Я с первых же секунд влюбился просто в Настю. Когда увидел беременную в 16. Для меня это идеал красоты. Но это мое субъективное мнение. Совсем скоро расскажу об этом прекрасном дне и о нашей истории. А вот и свадьба. Кстати, это 24 октября было. Прям вот недавно. Рыбачка. Ты морячка, я моряк. Ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море. Нам не встретиться никак. Смотрите, какие классные фотографии. Вот здесь она, ну, такая, да? Ничего такая. Такой вот рыжий мир. Так. Многие девушки не любят веснушки. И даже делают операции, чтобы их не было. Я честно не понимаю этого. Как можно не любить естественную красоту? Ведь это самое крутое, что может быть. И именно это привлекает других людей. А особенно парней. Всегда смотрю, и мне жаль людей, которые идут к пластическим хирургам и меняют в себе все. От носа до губ. Зачем? Вы думаете, вас это спасет от комплексов? Нет. От комплексов спасет только полное принятие себя. Полное принятие себя. Сказала, как отрезала. Все. С сегодняшнего дня я полностью принимаю себя. И закидываю с плохими таблетками. И все. И не парюсь ни о чем. Так, ладно. Шутки шутками. Ребята, она вообще-то серьезные вещи тут продвигает. Такие серьезные, что я аж штанами зацепился о какую-то херню. И ниточка пошла. Эй, ты что такая дерзкая? А почему нет? А какой я должна быть? Уж простите, какая есть. И я рада, что именно такая, а не другая. Да. А еще я очень прямолинейный. Говорю все в глаза. Ненавижу лицемеров, которые тебе улыбаются за глаза. Ненавидят. Да, я тоже. Настюха. Сеструха. Я тоже ненавижу таких лицемеров. Они вот ненавидят всех. А сами ненавидят себя на самом деле. Чмошники. О да, верните лето. Срочно. Волгодонске такая красивая природа. Посмотрите, она как будто в Крыму. Где-то, да? Как же много на пути нам встречается лишних людей. Лишних. Как жаль, что мы не понимаем сначала, что они лишние. Что они только забирают у нас энергию и силы. Но ничего не дают взамен. Я аж спотелся. С меня пот течет просто. Ребят, настолько это просто душесчипательный инстаграм. Я научилась и вас хочу призвать научиться убирать таких людей из жизни. Что такое дружба? Дружба. Это когда вы с другим человеком обмениваетесь. Учитесь. Когда вы проходите все испытания жизни. Преодолевайте их. Друг это тот, кто воспринимает в любимых ситуациях. Кто такой любимый человек? Это друг. Тот самый, который воспринимает и любит просто так. Вот так. Продолжу эту тему чуть позже. Еще таблеток приму и продолжу. Смотрите. Это фото прям такая. Такая. Философствующая. Мои роды зацепили даже самых сильных. В общем, рожать я решила в Ростове. Забили мы тревогу, когда у меня опустился живот неделю. Мы с мамой приняли решение ехать в роддом. По приезду в больницу меня осмотрел врач. И сказал, что матка к родам не готова. Чтобы не тратить деньги на проезд, мы остались жить недалеко от Ростова, в Черкасске. Жили там примерно две недели. Нам позвонил врач и назначил дату приезда в роддом 13 июля. 13 числа, как и говорил врач, мы приехали, я и бабушка. Он опять осмотрел и сказал, что рожать мне еще не скоро. Меня отвели в палату, там я лежала одна. Бабушка приезжала ко мне раза три, а потом уехала к себе домой. И в Ростове я была одна. В роддоме я всем врачам вынесла мозги, что хочу уже родить. У меня была на тот момент 40-я неделя. Врачи не решались поспешно давать таблетку или ставить капельницу. И каждый раз я видела, как из других палат идут девушки рожать. Я приняла решение делать все, чтобы быстрее родить. Мыла полы, подметала, ходила по ступенькам, принимала часто душ. Когда была 41-я неделя и 4-й день, вечером пришел врач и сказала, завтра пойдем рожать. Перед сном акушерка дала мне таблетку для вызова родов. На следующий день в 5 утра меня повели на клизму. В 6 утра я уже была в родзале и писала всем, что буду рожать уже сейчас. И кстати, число 20-го мне написала мама, давай рожай. А я ей сказала, что рожу 23 июля. Это было шутку. Но как ни странно, я родила 23 июля. Я думаю, книгу надо написать. Точно, книгу надо написать на эту тему. Знаете, у Инстасамки вышла книга. У Вали, у Инстасамки недавно вышла книга. У Вали Карнавал выходит книга. Все от одного издательства АСТ. Настенька, пригляди к издательству АСТ. И ты будешь первая из участниц беременных в 16, которая напишет никому не нужную книгу. Как родить в 16? Ну, про никому не нужную я, конечно, загнул. Потому что я очень душный и, блядь, злой человек. Конечно, она нужна будет. Продавай ее за 900 рублей. Ее как горячие пирожки раскупят. Издание АСТ напиши им. Срочно. Так, это была часть первая. Но нет, на этом все и закончилось. Продолжение завтра. Но завтра еще не наступило, сука. Нет, я хочу уже продолжение. Помирились с мужем. Все будет чуть позже в постах. Я все расскажу только терпение. Ну, короче, она с ним рассталась уже. Какой рост и вес? Вес может от 85 до 83. Рост может 160-70, 170. Он меняется постоянно. И вес, и рост постоянно меняются. Так. Ну и все. Все. Конец истории. На этом заканчивается. Инстаграм рыжая небесстыжая. Добавлю сразу стало мамой в 16. Жена рыбака избавилась от комплексов. И вас научу. Что я могу сказать? Еще одна потрясающая участница беременной в 16, у которой аллергия на презервативе. Блядь, что с моей речью? Это пиздец. Я не записывал видео две недели и все. Речь атрофировалась. Знаете, на карантине сидишь и толком ни с кем не общаешься. И страшно, страшно, когда карантин закончится. Я уже буду разговаривать как аутист какой-нибудь. Я и есть аутист, похоже. Раз. Шучу над аутистами. Участница, у которой аллергия на презервативы. У которой огромная жопа. И именно этим она привлекла своего мужика. Участница мужик, который смотрел на нее как голодное животное на мясо. Ну а что было дальше в беременном в 16, смотрите в следующих выпусках. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам не сложно, мне приятно. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.